Во время проходившего сегодня в доме печати круглого стола с участием главврачей трех родильных домов нашего города, исполнительный директор фонда «Патриот Запорожья» Тамара Огородова называла вещи своими именами. Финансирование местной медицины не выдерживает никакой критики, если лечебные учреждения испытывают дефицит необходимого оборудования. Дыхательные аппараты для новорожденных есть даже не в каждом роддоме нашего крупного индустриального центра. А там, где они имеются, эти аппараты морально и физически устарели. Вот публичность этой акции, в чем смысл? Обратите внимание на то, что сегодня родильные дома недоукомплектованы просто жизненно важной медицинской аппаратурой, которая, ну скажем так, позволяет либо спасти жизнь ребенку, либо ребенок умрет. Мы идем в Европу, говорят врачи. А по евростандартам в роддомах должны бороться за жизнь недоношенных детей возрастом от 22 недель и весом от 500 грамм. Да и доношенные дети в загазованном Запорожье часто рождаются с патологиями легких. Чтобы оказать им помощь в первые часы жизни, дыхательные аппараты крайне необходимы. Возникали иногда такие моменты, что у нас в роддоме находилось три ребенка, нуждающиеся в аппаратном дыхании. И в городе не было ни одного аппарата свободного. Приходилось по несколько часов вентилировать его аппаратом МАМБУ. Это вот, если вы видели когда-то по телевидению, когда я демонстрировал, это такая небольшая груша, которую мы вручную нагнетаем. По 12 часов медсестры вентилировали этого ребенка. Организаторам состоявшегося недавно благотворительного аукциона фонду «Патриот Запорожья» удалось собрать 617 тысяч гривен. На эти деньги решено купить три современных дыхательных аппарата для третьего, четвертого и девятого роддомов. За год с помощью одного дыхательного аппарата удается спасти до 50 новорожденных. Поэтому каждый может подсчитать истинную цену благотворительности. Представители фонда и врачи выразили глубокую благодарность всем запорожцам, принявшим участие в благотворительной акции. Эти аппараты помогут продлить жизнь и дать шанс маленькому человечку, который приходит в этот свет, наслаждаться жизнью, вырасти и быть среди нас.